Добрый день, дорогие друзья! Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Я собралась в город, мне надо сделать документы. У нас на улице погода уже третий день, холодно. Причем ужасно холодно, детей без курточки вообще на улицу не выпускаю, потому что заболеет быстро. Ладно, я иду на автобус, автобус как раз уже приехал, ну а вы пошлите со мной. Ну, постараемся сегодня поснимать побольше что-нибудь в городе. Ну, и хотя я каждый раз обещаю, каждый раз. У меня бегом-бегом-бегом-бегом не успеваешь ничего. Муж на работе, поэтому мне надо будет быстренько документы сделать, домой прибежать кушать, еще что-то варить. Ладно, едем. Дорогие мои, как всегда, забыла все поснимать. Бегаю-бегаю с этими документами. Сейчас иду в этот разгустрах. Егоркина страховой, медицинское страховое свидетельство сделать. Во. Я вот сейчас бегу туда. Уж простите, но вот всегда получается бегом-бегом, тем более дети дома одни. Бегом-бегом-бегом-бегом получается. Все бегаешь. Ну вот. Ладно, идемте. Все, ребят, приехала уже домой. Сейчас немножко разденусь и покажу вам все, что я купила. Так, дорогие друзья, показываю, что купила. Купила три булки белого. И вот такие вот зерна. Для маленьких одну упаковочку взяла там как раз. Потом два литра молока. Купила сметану и сгущенное молоко. Многие спросят, зачем. Мне просто подписчица написала, я вам скрин скину, сделать мороженое, как из этой. И вот сегодня я попробую это сделать. Потом дальше взяла вкусных палочек. Зашла, взяла корм животным. Потом крабовые палочки, две упаковочки. Майонез ряба. И взяла себе вот такие вот духи по 75 рублей, чтобы в сумке лежали всегда духи. А то у меня и сумки духи опять закончились. Сладкие у нас тут в магазине на нефтяниках. Вот такие вот в целом у меня все мои покупочки. Если вам нравится, пишите ваши комментарии. Ребята, готовлю ужин на плите. Сейчас обжариваю курицу с морковкой и с луком. И сделаю ее с гречкой. Такой легкий и вкусный ужин у нас будет. Пока-то он не обжаривается. Я хочу на столе поприбираться сразу, чтобы ничего лишнего не было. Ребяткам дала. Они у меня иногда, знаете, любят поесть просто крабовые палочки. Дала им по крабовой палочке. Кушаю. Ну, немножко. Руки мой, потом дам крабовую палочку. Нет, мне петух бесит. Я уберу вот так вот камеру иди мой. Нет, нет, нет. Почему не будешь, ты с улицы пришел? Я петуха пошел бить. А, ты петуха пошел бить? Нет, я не пал. А, Егор пошел с петухом драться. Опять петух начал нападать на него. Он его в тот раз шуганул, долбанул палкой. Да. Съел. Умница моя. Ваня показывает ротик, что он съел крабовую палочку. И после этого петух его перестал трогать. Пусть его как Егор ему стукнул. И вот сейчас Егор постоянно так делает, чтобы петух его не трогал. Так. Сейчас все уберу на столе. Помоем. Все приберем, помоем. И будет у нас просто замечательно. Ребят, многие спрашивают, на какие деньги я собираюсь себе покупать новую кухню. Ну, я уже говорила, да, что я хочу. У меня вот, получается, я вот в том месяце, за тот месяц не получала зарплату. И в следующем месяце я получу за два месяца зарплату. Это моя зарплата, и я хочу ее потратить на кухню. Но после того, если я надеюсь, что мне деньги перейдут, я окна вставлю. Конечно же, после этого, многие спрашивают, Настя, да сделай ты сейчас. Многие говорят, ремонт, и потом еще раз сделаешь после того, как окна вставишь. Ребят, это не вариант. Это для меня получится очень чересчур много затрат. Я сейчас сделаю ремонт, даже маломальский, чуть косметический. Потом через некоторое время я вставлю окна, и опять делать ремонт. Не, мне выгоднее, я дождусь лучше окон. Да, мне вот так вот получается. А потом буду уже полностью окна поменяю и буду делать... Еще надо тебе палочку? Сейчас, Ваня, подожди, мама ручки помоет. Маша, достань вторую упаковку из морозилки. Я ее там положила. Держи. Я не знаю, ребят, правильно или нет, чтобы все положить. Правильно или нет, Оксана, Марина, на. Я даю вот так вот крабовые палочки, но они у меня иногда любят. Я так редко делаю, что разрешаю им поесть. Редко разрешаю, потому что что-то не знаю. У меня у подруги, у нее дети постоянно такие, на, едят крабовые палочки. Все? Егорка придет, возьмет, он еще не брал, все. Он пошел с петухом драться, воевать. У них там бой не идет. У меня есть подруга, у которой... Вот, ребята постоянно едят эти крабовые палочки. Она штук по 20 упаковок покупает, ложит в морозилку. Дети достали, разморозили, тут же едят. Я так не разрешаю. Напишите, как вы думаете вообще, можно так вот давать или нет. Потому что я всегда ругаюсь, говорю, это очень вредно. Но иногда разрешаю все-таки. Кашу пересыпала. Девочки, сегодня две разных открыли. Одну шести, другую четырех. Делали себе каши, варили, кушали. И я вот пересыпала в одну. Получится десяти златовые. Нравятся им эти кашки, они готовят, им очень нравятся. Ладно, я сейчас готовлю ужин. На плите. Легкий такой, знаете, ужин будет. Непринужденный. Гречка с курочкой. Очень даже вкусно получится. Дети путем ничего есть не хотят? Егорушка, на! Егор! Сейчас Егорка придет, дам крабовые палочки. Ладно, сейчас приготовлю и вернусь к вам. Сделала деткам вот такие вот бутербродики с сыром в микроволновке. Себе тоже сделала. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. Небольшой такой перекус, можно сказать, как полдник, да? Они у меня любят хлеб с сыром. Просто обожают. Света сегодня себе косички сделала. Долго держала, нет? Не знаю. Выключи, Маша, в коридоре свет, пожалуйста. Чего у вас везде свет горит? Часа два, говорит, держала, и у нее вот такие вот волнистые волосики стали. Я дальше готовлю ужин. Это дрожжи я положила, сегодня нет. Пускай хорошо разморозится, завтра я сделаю из них кое-что вкусненькое. Решила попить кофе с бутербродиком. Сыр с хлебом очень вкусно, тянется. Сыр в этот раз хорошие дела. Мне прям самой даже понравился. Все, ребят, засыпала гречку, залила кипяченой водичкой. Я всегда кипятком заливаю, так быстрее готовится. И пускай... Сейчас накрою крышкой и поставлю на медленный огонь, чтобы оно все таблинилось. Клитка у меня, по идее, старая, можно и не ставить на медленный огонь. Она слабенько нагревается. Сейчас все приготовлю и вам потом покажу. Так, дорогие друзья, все, приготовила ужин. Деткам разложила. Вот так вот получается гречка с курочкой. Очень вкусно. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пошли ужинать. У нас, ребята, вечер. Мы со Светой магазин сходили, купили кое-какие продукты. Покажи, что еще купили. Газировку и безешки. Дети иногда любят вот такие вот безешки поесть. Надо вообще килограмм как-то купить, да? Света сразу пить захоти. Вкусная. Без красителя взяли. Ну, яблочная она. Такая газировка сладенькая. И такое, что купили еще из продуктов немножко. Ну, в основном вкусняшек. Что-то нам захотелось вечером, да, Света, вкусняшек. Поэтому купили. Сейчас домой придем, покажем, что купили. Захотелось немножко себя побаловать. Поэтому мы решили так. Ладно, идем домой. Ребят, пришли домой, показываю, что купили. Купили вот такие вот безешки. Света уже открыла тут. Дальше купили вот такую вот газировку. Купили творожок. Маленькую упаковочку. Ребятишкам сейчас покушают. Ну, там есть другой. Но там плохой творог. Мне не нравится. Вот этот вот более-менее. Ну, одна упаковка только. Дальше купили сыр. Рыбку Тэшу. Это я иногда беру. Мне иногда хочется что-то вот такого солененького. Я беру вот такие вот спинки рыбки. Очень вкусные. Ну, это мне хватит вот этих вот штук на очень долго. Я если одну съем, то это хорошо. Потом взяла вот такие вот подушечки кофейные деткам. Детки любят такие. Мы берем еще цветные, да. Цветные лучше едят. И выпечку они хорошо идут. О, можно с ними выпечку сделать. Булочки. У нас тесто как раз есть. И два литра молока. Да. Разделим всем, чтобы поели. Ладно. Вот такие вот у нас покупки на вечер. Короче, решили себя побаловать сходить. Вот такой вот, ребята, у нас сегодня был влог. Если вам понравилось. У меня сегодня еще косметика пришла. Но это я раньше видео выпущу с косметикой. Да, ребята, это был не обзор. Это за свои деньги я покупала. Поэтому вот так. Ну, вот в следующем месяце там Света смотрела каталог. И я смотрела, у нас у папы духи закончились. А флакон куда-то уже делся с духами. Уже выкинули, что ли? Здесь ставила флакон с духами папину, которые закончились. Я ему такие же хочу заказать. Ему вот, знаете, он с духами очень привередливый. И поэтому одни и те же в основном всегда и заказывают. Ну, вот так вот в целом. Вот такой вот у нас был день. Вот такой вот у нас был вечер. Если вам сегодняшний влог понравился, то пишите ваши комментарии. Меня попросили заснять влог с утра и до вечера. Я обязательно засниму в ближайшие дни. Так что подождите немножко. Но вот обязательно засниму, как наш день полностью проходит и чем мы занимаемся. Но вот только видите, то, что мы играем с детьми, это YouTube этому неинтересно. И вот я вылаживаю игры, когда мы играли с детьми. Это неинтересно показалось. Но большую часть мы с детьми. Сейчас вот когда я немножко в грядке прополола, слава богу, и нужно немножко расслабиться с детьми. Вот мы играем и получается, что это будет неинтересно. Но если вам интересно, вы пишите, я обязательно засниму. На этом я хочу с вами попрощаться. Сказать всем спасибо за то, что вы остаетесь с нами. Всем пожелать крепкого-препкого, прикрепкого здоровья. Ну и всем пока-пока. Дорогие друзья, я иду кормить Тайсона. Сегодня ничего не стало варить, потому что у нас со стола вон сколько всего собралось. Дети не едят, поэтому варить не стало. Сейчас пойду все это отдам Тайсона. Ай да ты мой хороший. Сегодня это мы уже второй раз выносим. С утра выносили и вот сейчас выносим. Да? Ты мой хороший мальчик. Он сейчас еще и все не съест. Да, Тайсон? Ты ведь еще все... Отходи, отходи. Молодец. Кушай. Так, а вторую кастрюлю и вон ее я забираю. Все. Вот это вот он будет сейчас есть. Ладно. У нас уже вечер. И мы сейчас... Папа пришел с работы кушал. Отдыхает. Сейчас белье надо еще с улицы снять. Перевесить на веранду. Потому что дождик уйдет и тут, получается, мокнет. Так, курей закрыл, не закрыл Егорка? Нет, еще надо сказать, чтобы он курей закрыл. Что, не закрывал курей? Цесарка, ты что кричишь? Видите, ребята, вот там цесарка кричит. Сейчас попробую вам увеличить. Вот она сидит. Она у нас одна единственная осталась. Резать жалко, красивая. Вот у нее вот такой иногда бзих заходит. Она начинает вот так вот кричать. Сидит и кричит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова